Мы будем темперными красками Вот передо мной стоят баночки, разведенные уже этой красочкой До состояния довольно-таки жидкой сметанки, посмотрите Красочки все поставлены таким образом, чтобы было видно все оттенки Стоит у нас баночка с водой, кафельная ровненькая плиточка Рисовать мы будем с вами круглыми кистями, посмотрите Вот я взяла большую кисточку, и большую попроще рисовать Значит это может быть семерка, восьмерка, девятка, поменьше немножко Четверка, шестерка, пятерка Вот здесь у меня кисточка подходит под троечку Между троечкой и четверочкой фирмы Байкал, это пятый номер И двоечка, все кисточки у меня беличи Очень эффектно и очень просто нам нарисовать сейчас эти цветы Рассмотрим строение цветка, который мы будем рисовать Цветок с выносным бутоном Давайте мы его сделаем под небольшим наклоном Я рисую мягким карандашом, чтобы вам было видно Вы когда будете рисовать карандаш, возьмите обычный ТМ, твердо-мягкий Значит я разделила наш цветок пополам Левая половинка равна правой И рисуем вот такую вот дыньку Не арбузик, а дыньку под наш цветочек Постарайтесь, чтобы она была скругленная по бокам, не остренькая Вот такая вот Дело в том, что это будет цветочек с поворотом под 45 градусов Вот, находим мы серединку нашу Разделим нижнюю часть пополам Вот так пополам И тоже повторим нашу вот эту вот дыньку Потом через среднюю линию мы повторим нашу Получается вот таких вот три блинчика Это наш внутренний бутон Здесь у нас будут листочки Вот представьте, вот все, что здесь рисуется с этой стороны Оно движется сюда Посмотрите Значит бутон сюда А этот листочки сюда С этой стороны все сюда к центру, а эти сюда Это определяет характер нашего мазка То есть вот представьте, все мазки, они будут идти Я пока рисую вам схемку А отсюда вы будете рисовать вот так Это же касается дальних мазков Они тоже будут идти вот так По центру мазочки будут идти по прямой Здесь под небольшим наклоном Все будут стремиться в эту точку Дальше у нас будут большие листочки Большие листочки мы можем сделать вот с таким выступом Он может быть двойной выступ Разного характера, округлый И все они будут стремиться сюда Следующий лепесточек Также следующий, следующий, следующий Все они будут идти вот сюда Значит я схему нарисовала Можно от руки рисовать этот цветочек без вспомогательных линий Он может быть более худенький Вытянутый Вот посмотрите, бутончик может быть вытянутый Выше нашего цветочка Но мы вот с вами сделаем именно примерно такой же цветочек Который мы нарисовали свыше И обязательно его разделим пополам Все, теперь нам надо подготовиться по цвету Значит характерные мазки делаются не в смешении двух-трех красок на одной поверхности А в одномоментном наборе разных цветов Поэтому мы на нашу палитру наносим наш цвет Чтобы он ни в коем случае не соприкасался друг с другом Вот этот цвет я хочу взять для исполнения нашего зимнего цветка Дальше берем круглую кисточку Вот мою Давайте я возьму не самую большую кисточку Не самую большую кисточку Вообще кисточки подбираться лучше всего таким образом Посмотрите Вот если я при нажатии делаю То видно какая кисточка подходит Между вот этих даже вот стрелочек А вот такая кисточка, она перехватывает все Поэтому она пригодится для более крупного цветка Краски, которые я приготовила Это темберные краски Завода Санкт-Петербург Мастер-класс Цвет Церрульум Ультрамариновый цвет Голубая ФЦ Это очень темный глубокий синий цвет Потом смешение двух цветов Краплак Краплак это цвет бордовый И мы туда добавляем Скобальт Дальше у меня здесь белило Вот эти цвета у меня сейчас будут присутствовать на этом цветочке Что я сначала делаю Я набираю на кисточку Вот так по кругу На всю плоскость набираю белого цвета Если у вас кисточка заранее намоченная У нас здесь есть приготовленная чуть влажная тряпочка И вот этой пяточкой мы убираем нашу воду Она нам не пригодится После того, когда я это набрала Я вот таким немножко сплющенным макаром Посмотрите сплющенным Я подхожу к нашему задней части нашего бутона Смотрите, как я делаю Я туда, сюда И начинаю рисовать Раз Раз Два Мысленно все мои мазочки идут куда? В центру Туда Сюда Размешивать не нужно Посмотрите, как получается Теперь Нам надо рисовать внешний край Переворачиваем наш эскиз Вымали кисточку Отжали ее на тряпочке Набрали опять белый цвет на всю нашу кисть Пяточку отжали от воды Вот мне еще надо, потребуется белила побольше Я их заранее положу И теперь, внимание Сплющила кисточку Сплющила Подхожу к ультрамариновому цвету Смотрите Туда Сюда По центру делаю Сюда Раз Можно заходить под бутон И по бокам у меня будут две поддержки Вот первый листик Второй листик я добавляю Немножко темно-синего цвета Немножко Чтобы первый листик По бокам Отличался по цвету Был немножко потемнее Посмотрите, получается Дальше я беру еще глубже В первый цвет ультрамариновый И в голубой фице И рисую По бокам Листочки Вот так Переворачиваем наш лист Вымываем нашу красочку С кисточки Отжимаем на тряпочку Набираем Опять цвет белый Набираем И вот здесь решаем Или у меня будет цвет цирулиум Или ультрамариновый Нам хочется выделить Я беру, естественно, цирулиумый цвет Туда-сюда Но Добавлю я Фиолетового оттенка Чуть-чуть Посмотрите Раз По бокам Два Три Четыре Опять цирулиум Фиолетовый И раз Вот Не выражено Немножко Вот Теперь Два И Три Подправлю Немножко Вот у нас получился Цветочек Теперь мы берем Ватную палочку Чтобы нам Углубить Цветовую гамму И нарисовать Серединку Нашего бутона Возьму я Кадмий лимонный И рядышком Вот, например Оранжевый цвет Таким образом Чтобы они слились На нашей палитре Теперь Ватную палочку Я Опускаю Слияние И делаю Нашу серединку Серединка Может быть Разнообразного Оттенка Старайтесь Чтобы они были Без пропусков Чистенькие Яркие Вот такие Посмотрите Как мы нарисуем Следующий Цветочек Он Более простой По написанию Но По исполнению Он гораздо Сложнее Значит Я беру Также Нашу Дыньку Посмотрите Сюда Дыньку Наша Делю Ее пополам Пополам И теперь Вот Расстояние От середины У меня Будет являться Бутоном Смотрите Вот здесь Будет бутон Этот цветочек Очень напоминает Нашу ромашку В центре Нашей ромашки Вот этого Центре Не в центре Нашего Дыньки Нашей А в центре Этого Цветка Все Наши Лепесточки Будут направлены Именно К этому Центру Ромашка Ромашка Очень сложна В исполнении Для начинающих Пожалуйста Держите Схемку В уме Я здесь Нарисую Причем Можно нарисовать И двух Вариантов Вот Я вам Нарисую В двух Вариантах Этот цветочек В цвете Значит Разделим Мы нашу Дыньку Пополам Найдем Серединку От серединки Мы возьмем Серединку Нашего Цветочка Все Лепесточки Будут идти В серединку Вот здесь Вот Не вот сюда Вот сюда Это очень важно Теперь То же Самый Цветочек Я просто Это в цвете Теперь Я беру Такой же Цветочек Нарисую Его Внимание Посмотрите Вот здесь Вот Нахожу Середину Здесь Вот сюда Оказывается Вот так Еще можно Сюда Можно Заглянуть Наш Цветок Теперь Приступаю К росписи Набираю Белый Цвет Возьму Краплак Еще Положу Дополнительно На плитку У меня Краплак Немножко Краплак Добавлен Черный Цвет Для усиления Цвета И Набираю Сплющенной Кисточкой На кончик Нашу Краску Смотрите Начинаю рисовать Первый цветочек Раз Рядышком По бокам Раз Два Они все Сюда Идут Дальше Я начинаю Добавлять Понемножку Ультрамаринового Оттенка Раз Два Ультрамаринового Оттенка Больше Становится Два Поворачиваем Медленно И Уводим В тень Что такое Водить Цветок В тень Значит Намеренно Уходить Отбелим И больше Набирать На нашу Кисточку Цвета Цветок Уходит Туда Посмотрите Он туда Уходит Мы его Убираем Убираем Тень Цветочек Наш Готов Берем Нашу Ватную Палочку И Оформим Серединку По кругу Потом Серединки Вот так Посмотрите Можно Нам Дальше Дать Серединку Обозначив Например Фиолетом Или красным Цветом Вот так Теперь Рассмотрим Вот этот Цветочек У него Например Цвет Тень Будет Здесь А здесь Будет Свет Вы можете Играть Свет Тень Значит Тень У меня Здесь Кисточка У меня Набрана Уже Я Усиливаю Оттенок Темной Синий Красочкой Посмотрите Усиливаю Начинаю От Дальнего Края Потом Я добавляю Нашу По бокам Цвета Потом Перехожу В ультрамариновый Оттенок Когда я Сплющиваю Кисточку Посмотрите Что происходит Вот сюда Загляните Вот я Набрала Посмотрите С этой Стороны Практически Остается Плоское Белое Основание А краска Вверху Посмотрите Цвет Не смешан Теперь Я беру Посветлее Цвет Для Более Светлого Цвета Мне надо Набрать Немножко Белого Цвета На кончик И вот Таким Образом Я Составляю Наш Цветочек Не надо Доходить До самой Краности До белого Оттенка Если у вас Будет Затонировано То белый Цвет Будет Очень Восхитительно Смотреться Посмотрите Вот такой Необычный Цветочек И серединку Мы возьмем То же Самое Когда Мы Научились Рисовать Цветочки Мы Можем Составить Из них Композицию Вот У нас Листочки Цветочки Сейчас Листочки Воду Сейчас я Нарисую Вам Листочки Листочки Могут Быть Двух Видов Посмотрите Как Они Отличаются Значит Я Беру Рисую Шарик Внимание И делаю Так называемое Ушко Направление Даю Вот здесь Будет Начало Будет Мозочек Идти Сверху Вниз Рядышком Плотненько Еще одно Ушко Еще одно Ушко Еще одно Ушко И так же Делается Мозком С правой Стороны Можно Их составить Букетиком Посмотрите Можно Создать Букетиком И наборный Листик Посмотрите Как он Делается В виде Сердечка Рисуется Все Мозочки Будут Идти Вот таким Образом Они Будут Передавать Нам Объем Здесь Мы Можем Вот Эту Часть Затонировать И У Вас Будет Поворот Листочка Значит Здесь Мы Идем От темного К светлому От темного К светлому А здесь Мы можем Сделать Наоборот От светлого К темному Например Вот Например Здесь светлое Здесь будет темное Внизу темное И наверх светлое Вот такой Листик Посмотрите Как они Будут рисоваться При помощи Мозочка Кисточку Вымолим На палитре У нас остаются Все наши краски Добавляем Только Изумрудный Оттенок Вот так же Накладывается Набирается Целиком Белый цвет Убирается Пяточка Водичка И теперь Смотрите Туда Сюда Начинаем Оп Ушко Туда Сюда Второе Туда Сюда Посмотрите Здесь белое Остается Маленькое Ушко И еще Вот Самостоятельно Вот такой Веер Посмотрите Как можно Сделать Его С двух Сторон Туда Сюда Раз Туда Сюда Еще Добавляем Например Синего Оттенка Вот так В эту Сторон Вот Таким Посмотрите Как Получается Цветочек Такой Лист Как Цветок Теперь Мы Возьмем К росписи Листик Который Мы Приготовили Заранее Для Этого Листочка Я возьму Еще Светлого Оттенка Зеленого То есть У меня В зеленый Добавлен Кодми Желтый Средний Может быть Светлый Вот Такой Цвет Посмотрите От темного К светлому Я набираю Чисто Ультрамариновый Цвет И рисую Вот здесь Раз Два Потом Кончиком Добавляю Зеленый Цвет Потом Добавляю Желтый Чуть Чуть Еще Больше Желтого Получается Вот такой Листик Половинка Сердечка А теперь С другой Стороны Возьму Например Я возьму Светлый Оттенок У меня Будет Например Оранжевый Вот Оранжевый Потом Идет Желтый Потом Идет Зеленый Потом Темно Зеленый Потом Идет Темно Ультрамариновый Цвет И Завершая Вот Так У нас Завершается Наш Листик Посмотрите Для того Чтобы нам Его повернуть Мне надо Его со стороны Светлого Со светлой Стороны Сделать Вот такой Вот Завернули Листик Посмотрите Как он Получился Интересный Вот Все Элементы Мы с вами Изучили Кроме Маленьких Кустиков Кустики Выполняются При помощи Тоненькой Кисточки Мы можем Взять Любой Зеленый Оттенок Холодный Теплый Значит Все они Формируются В один Кустик Посмотрите Вот так Вот Травный Кустик Будет Объединять Нашу Композицию Посмотрите Выполняется Кисточка Номер Номер У меня Белочка Можно Выполнять Кисточкой Номер 1 или 2 При помощи Колоночка Вот Такие Травинки Теперь Мы Будем Создавать Композицию С нашими Цветами За построение Композиционное Мы возьмем Наш Прямоугольный Лист Для того Чтобы нам Скомпоновать Внутри Листа Композицию Нам надо Сделать Отступление От края Листа Так называемая Граница Этот лист У нас Прямоугольный А4 Очень легко Вставляется В рамку Поэтому Если вы Создадите Композицию Можете Вставить Рамку У вас Будут Зимние Цветы Как Картина На стене Точно Так же Вы можете Перенести Эту Композицию На Доску Роспись Стула Или Скамейки Или Всевозможные Утвори Например Нарисовать Можно На Сбоку Бочки Где-нибудь На даче Даже Расписать Крыльцо Значит Нам Надо Для Композиции Разделить Лист Пополам Эти Все Линии Нам Пригодятся Для построения Посмотрите На пересечении Этих Линии Мы Рисуем Первый Цветок Наш Самый Первый Цветок Разделим Пополам Потом Еще Раз Пополам И Рисуем Цветочек Наш Не Не Забывайте Вот Сюда Все Идет Сюда По Схеме Дальше Рядышком Мы Нарисуем Цветочек Который Который Мы Рисовали Вторым Номером Он У нас Будет Смотреть В Противоположную Сторону Разделили Пополам Вот Здесь У нас Будет Так Потом Середина Цветка Будет Вот Здесь Не Здесь И Тоже Будет Ити Все Сюда Собрано Посмотрите Здесь С этой Стороны Мы С вами Сделаем Наш Такой Букетик Из Ушек Вот Так Все Рисуем Карандашом Посмотрите Как Нам Дальше Сформировать Мы Дальше Можем Ушко Нарисовать С этой Стороны Посадить Один Цветочек Второй Цветочек Посмотрите По бокам У нас Очень Красиво Могут Быть Расположены Листочки Наборные Посмотрите Вот И здесь Мы можем Нарисовать Наш Цветочек Или Первый Или Второй То есть Вы можете Поварьировать Вот Давайте Я возьму Первый Цветочек Вы можете Любой Цветочек Сюда Поставить Завершаем Здесь Формированием Букета Вот Сюда Вот И Начинаем Расписывать Без Составления Композиции Нам Дальше Никуда Не Двинуться Сначала Мы рисуем Заднюю Стенку Вспоминаем Вот Так Раз У меня Еще Один Цветочек Я Переверну И сделаю Стеночку Например Другим Оттенком Вы Можете Тоже Придумать Любое Оттенок Дальше У меня Идет Листочки К первому Цветку Вот Я набираю Белый Цвет Потом Беру Ультрамарин И Рисую Раз Потом Ультрамарин Добавляем Голубой ФЦ Лепесточки У нас Состоят Из Трех Элементов Более Низкий И Высокий Вот Так И Сюда Так 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 Вот Теперь Давайте Возьмем Вот К этому Цветку Нарисуем Тоже Красивый Какие Элементы Так Можем Выбрать Совсем Другого Цвета Ну давайте Выберем Какой же нам Цвет Здесь Выбрать Давайте Мы Выберем Фиолетовый Цвет Дальнейшие Цветы Листики У нас Пойдут С темнением Я возьму Бордовый Цвет Вот Туда С затемнением Уходит В тень Вот Туда Все Получилось Теперь Нам Прикрыть Средним Нашим Бутоном Значит Опять Беру Набираю Цвет Можно Подложить Если У вас Красочка Подсыхает Можно Подложить На Палитру Палитру Можно Не Менять В течение Всего Урока Она Прекрасно Нас Работает Ее Не Не Надо Мыть Как-то Ее Соединять Цвета Цвета Ничего Нам Не Надо Я Беру Цирулю Немножко Ультрамарина Можно Делать С Центра Можно С С С С С С С С Кому Как Удобно Хорошо Переворачиваем Здесь Бутончик У меня Здесь Делаем Бутончик Без Пропусков Плотненько Все Они Идут К Середине Вот Так Цветочки Готовы Осталось Сделать Ромашечку Ту Зимнюю Я Возьму Ее Сделаю Цвет Голубая ФЦ Она У меня Немножко Получилась Как бы Под Одним Цветком Нам Надо Потемнее Дать Оттеночек Уходить В тень Я Хочу Перейти На Ультрамариновый Оттенок Ультрамарин Вот Так Потом Например На зеленый Оттенок Пожалуйста На темно Зеленый Оттенок Теперь Мы Возьмем Сделаем Серединку Серединку Тоже Можно Сделать Разнообразно Можно Взять Голубые Тона Вот Мне Хочется Яркие Внести Так Позитив Такой Вот Так Вот Таким Образом Рисуем Наши Плотненько Заполняем Середочку Сделаю Я тоже Бордон Цветом Мне хочется Чтобы Нам Увеличить Направление Вот И теперь Осталось Только Нарисовать Наши Листочки Сначала Я возьму Основные Листочки На которых Держится Наша Композиция Наш Букетик Набираю Опять Белый Цвет Он Основной У нас И Зеленый Цвет Так Повыше Надо Немножко 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 У нас Загустела Красочка Еще Разочек Поярче Чтобы Была Вот Отлично Вот С другой Стороны Оп Со стороны Третьего Цвета Все Они Идут Устремляются В одну Точку Вот Так Теперь Возьмем Сделаем Нарисуем Наборные Листики Наши Сделаем Сделаем Их От Например От Темного К Свет Сейчас Посмотрим Какой Нам Цвет Подойдет У нас Здесь Зеленый Значит Мы Сделаем Этот Листик От Ультрамаринового К Зеленого Можно Сделать С Белым Оттенком Оп Сюда Можно Сделать Добавить Другим Оттенком Ни в коем Случай Не нужно Мешать Если Вам Надо Вымыть Кисточку Вымыйте Но Не Надо Перемешивать Этот Цвет Это Основная Вот Такая Функция Игра Цвета Получается При Неполном Смешении То есть Это Хоть Росписи Относится К Мазковому Виду Росписи Но На самом Деле Мазок Здесь Очень Условный Здесь Не Требуется Долгой Подготовки Какого-то Обычающего Алимента Ничего Не Надо Здесь Можно Сразу Начать Творить Маленький Цветочек Чем Тоньше Вы Будете Делать Вот Эти Мазочки Тем Интереснее Конечно У вас Будет Композиционно Выполнено Поворотик Можно Сделать Посмотрите И Раз Я Сделал Поворотик Все Осталось У нас Только Провести Тоненькие Усики Мы Будем Делать Это Зеленым Цветом Можно Голубым Пожалуйста Ультрамариновым Подводим Дать К нашим Листикам Цветочкам Нашим На чем Они у нас Растут Собрать В нижний Пучочек Вот Сделать Боковые Усики Нанести Немножко Травки Совершенно Чуть Чуть И Поставить Тычочкам Окончание Нашей Композиции Вот Для поддержки Я беру Тот же Цвет Который У меня В бутончиках Он Очень Оживляет И Веселит Нашу Композицию Конечно Можно Сделать Моноцвет Вы можете Поиграть Света Можно Сделать Все В сиреневых Оттенках Такую Композицию Можно Нарисовать При помощи Акриловой Краски Или Гуашевой Краски Следите Чтобы Размешанная Краска Была Равномерная Вот Так И Нам Остался Последний Штрих Композиция С зимними Цветами Завершена Композиция 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 Композиция